Книга открытым оком 20 том тема потеряевка вопрос 3358. Вы неоднократно говорили о недуховном состоянии детей в потеряевке. Какие главные причины тому и можно ли поправить положение? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все в богоизбранности, в родителях и в самом ребенке. Про первое узнается не в один день, а про родителей можно сказать уже сегодня. Как раз и письмо пришло недавно из потеряевки на эту тему от учителей, которые более всего в виде детей занимаются с ними. Первое. Родители защищают своих детей. В итоге защищают, покрывают их пороки, дурные наклонности. Иногда приходилось слышать и такие слова от родителей, что мол за другими детьми я знаю такое. Они поступают так-то и не договаривают. А понятно, что хотели бы сказать, что мои-то дети лучшие. И эта защита послужит тому, что взрослее уходит в мир. Дети лгут. Неужели с детства родители этого не видели? Думаю, что видели. Но чаще чада не хуже других. У других вот как себя ведут, а у нас нет. И тому подобное говорят. Второе. Родители проповедуют на словах одно, а делом показывает другое. Например, дети видят, что родители пропускают богослужения, занятия, смотрят телевизор. Дети лицемерят, но лицемер тайно не молится. Они стремятся к мирским удовольствиям. О духовном рождении у них не может быть и речи. Почва не та, чтобы принять евангельское семя. Третье. Родители недостаточно занимаются детьми. Ревностно не искореняют пороки, которые видны в их детях с малого возраста. Может быть, даже безразличны и беспечны. Над характером детей не работают или работают мало. В итоге дети растут непослушные, больше придаются праздности и развлечению. А если работают или учатся, то только из-под палки, под нажимом. Если дети нераскаянные причащаются, то они причащаются во грех своей души. 1 Коринфянам 11 стихи с 27 по 30. Родители должны очень внимательно смотреть за ребенком. Нет ли у него одержимости? Идут годы, и характер у детей становится тяжелым. Они проявляют себя нагло, упрямо, укаво, обидчиво, непокорно, своевольно, лениво и тому подобное. Все это заметно в школе, на уроках и в переменах. Они ведут себя порой хуже, чем дети из неверующих семей. 5. Родители не занимаются Словом Божьим. А если занимаются, то немного. Таким образом у детей не прививается любовь к духовному. В Библии, к молитве, к поклонам, к постам и так далее. Не так давно спрашивал старшеклассников, кто-нибудь делает поклоны? В ответ гробовое молчание. Вывод. И родители не делают поклоны, и детей не приучили. Радостно было слышать, что баба Нина своих внучек приучила поклоны делать. Благослови ее, Господи. 6. Осуждение других учителей, например, в присутствии детей. 7. В школе учителя больше смотрят на успеваемость, на оценки, воспитанием не занимаются или занимаются мало. Необходимо постоянно и на уроках хотя бы кратковременно и на переменах разъяснять детям, как надо себя вести, как относиться друг к другу, свидетельствовать и тому подобное. 8. Ревновать об этом не быть безразличным, беспечным. На одних оценках ребенок не будет духовно расти. 8. Разногласия в семье. Отец учит так, а мать иначе. Или наоборот. Непослушная жена, невоспитанная дочь. 9. Нераскаянные грехи родителей. Может быть, эта нераскаянность является тормозом для уверования у ребенка. 1 Коринфянам 5.6. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска хвасит все тесто? 10. Большое хозяйство. Мало времени на духовное. 10. Сирахов 39.25. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет волов и занят работами их, и которого разговор только о молодых хвалах? 11. Возможно, если найти золотую середину, чтобы и на то, и на другое было время. 11. Римлянам 1.30. Заречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям. 12. Посторонних строго под контроль. Соглядатые, шпионы, сукачи могут незаметно лодку пропороть, не представив никаких причин. 13. Сам Иисус велел остерегаться посторонних и чужих людей. Ну а кто чужие? Догадайся, попытайся что-то разглядеть. 14. В церкви оглашенных, оглашенных заведите. Оглашайте души словом Иисуса, и овцою станет хищник дикий. 15. Не противоречьте, как верблюд, не плюйся. Постороннего не каждого вводи. В дом, к друзьям, в церковь домовую. 16. Плохо, очень худо, коль один. Не успеешь оглянуть, не успеешь глянуть, обворую. 17. Встретиться с чужим, в ареопаге. Засвидетельствовать о любви Христовой. 18. Не дружитесь с пьяницей, с бродягой. Холод недоверия лишь дух святой растопит. 18. Доеки не перевелись в потомках. Выследят и в органах заложат. Видят хорошо они в потенках, приукрасят собственную ложью. 19. Что печальней, тягостней, страшней. Стать похожим на Искариота, не пущать свое жилье шершней. Обзовешь себя же полородым. 20. Посторонних можно накормить, указать, как выйти к осановке. Может быть, он для того проник, чтобы обокрасть и скрыться ловко. 20. Кто одет не в брачную одежду, был допрошен, выброшен во тьму. Только б не туда, в зубовный скрежет. И не оказаться лишним самому. 17. Декабря 2006 года. Игнатий Лапкин. 17. Декабря 2007 года. Игнатия Лапкин. 17. Декабря 2007. Игнатия Лапкин. 18. Декабря 2007. Игнатий Лапкин. Продолжение следует...